В 16 Родион Светличнов был неисправимым романтиком. Впрочем, за полвека мало что изменилось. Потому и профессию выбрал под стать. Родион стал речником, а в свободное время бороздил просторы морей и океанов. Честно говоря, романтика в основном. Ну и желание путешествовать, которое осталось до сих пор. Романтика с годами переросла, наверное, в профессионализм какой-то. Страсть к путешествиям осталась. В 2013-м Родион собрал 10 товарищей и отправился вместе с ними покорять ледяную землю в Антарктиду. Причем на парусной яхте в открытое море. Эта мечта настоящего моряка делится впечатлениями Станислав Максимов, один из членов экипажа. Как будто до сих пор там. Ничего не поменялось и как будто вот этих семи лет не проходило. Большинство, кто находился в экипаже на данной яхте, раньше учились в речном кубежском техникуме. Скорее всего, это детская мечта и мечта моряка, который обязательно должен пройти мыс Горн. Так сказать, святое место для всех моряков. И, конечно, побывать в Антарктиде именно под парусом. Открытие фото-выставки приурочили ко дню речника. 47 кадров из леденящего душу и тела путешествия украсили жаркую самарскую набережную. Самарцы, прогуливаясь с мороженым, в знойный день не устают восхищаться полярными фотографиями. Фотографии, конечно, очень интересные. Тем более, что мы в этих краях никогда не были, вряд ли будем. А вот эта фотография, она кажется вообще фотомонтажом. Очень интересная. На Софийской набережной показали лишь малую часть из фотоколлекции Родиона Светличного. Всего же речник привез из завораживающей Антарктиды более тысячи снимков. В ближайшее время фото-выставка переместится в одно из городских пространств. Мария Левина, Василий Калдашов. События.